приветствую на своем канале если вы на нем впервые то подписывайтесь ставьте лайки свои задавайте вопросы и сегодня мы с вами вышлем вот такую вот композицию с ромашками и маками и мы с вами начинаем и мы начинаем с вами того что мы убираем ткань на которую мы с вами будем вышивать у меня это черный габардин габардин на самой такой доступной доступной ткани которую можно использовать для вышивки лентами для начинающих подойдет он стоит недорого он достаточно распространен в магазинах потому что если например вышивать на льне как я очень часто люблю делать лен достаточно проблематично найти того качества на котором будет приятно вышивать легко и вышивку будет смотреться хорошо мы начнем делать с маков мальки будем делать ленты два с половиной сантиметра шириной красного цвета красный с черным будет смотреться вообще шикарно берем иголку для вышивки лентами кто не знает я использую обычные штопольные иглы под номером 3 они вот такие большие удобно с очень часто остаются от наборов для вышивки лентами иголки также используют габелем его видела отрезайте кусочек ленты небольшой такой видите ленту с одной стороны под прямым углом другой стороны по диагонали так и и проще ставить в иголку и здесь определяемся какая сторона у нас с вами будет лицевая матовая или глянцевая и соответственно мы с вами заворачиваем я буду вышивать блестящей стороной сложу матовой стороной вовнутрь здесь обработаю зажигалкой если вы боитесь пальчиками прижимать возьмите специальные щипчики которые используют в канзаши и придавливайте щипчиками на самом деле ленты не успевает так сильно прогреться поэтому она не очень горячим вставляем здесь кончик ленты работу и начинаем делать наши цветочки схема можно придумать самому либо найти в интернете чтобы иголка с ленты легче проходила через кайф мы иголку в руках покручиваем и выкладываем ленту прямыми стежками выложим с вами наверх нам надо будет с вами оставить серединку обязательно место для того чтобы потом с сделать серединку длину лепестков тоже определяйте сами где-то два с половиной сантиметра получается зависимости от того какого размера у вас будет работа и также направление цветка можете тоже определить сами куда у вас будет смотреть вверх или они все будут смотреть вас прямо здесь тоже можно за счет этого получить разный результат вкалываем здесь опять ленту в работу смотрите сзади у нас с вами есть лента чтобы у нас с вами не вкалывалась видите чтобы у нас все стежки проходили аккуратно и ленту подтягиваем за один край за другой и получаем нужный лепесток какой вам нужно выкладываем еще здесь вкалываем чуть поближе к лепестками хочу чтобы у меня цветочек смотрел вверх загибаем вот так чтобы он у нас с вами лег и вкалываем где-то вот на таком расстоянии иногда вас лента будет ложиться сама так как и хочется и смотрите за этим и выкладывайте и таким образом делаем теперь сюда вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот так у нас цветочек получился Смотрите, чтобы лента держала у нас форму И у нас никуда не это самое Ее немножечко вот так вот пройтись Буквально краем зажигалки Чтобы у нас вот этот вот зафиксировался немного Буквально чуть-чуть Чтобы не опалить ее, ничего Просто она так будет лучше держать форму Вот Получили с вами вот такой вот один цветочек Серединку потом мы с вами сделаем Ее можно сделать Такой прям как совсем настоящий Можно просто зеленой лентой пройтись И получится хорошо Сзади мы с вами отрезаем ленту И сразу обрабатываем зажигалкой Если вы работаете с лентами впервые То края ленты старайтесь обрабатывать сразу Можно, если боитесь, что она будет у вас гулять Пришить ее тут дополнительно ниточками прошить Либо прозрачная есть специальная нитка Мононить Либо цвет ленты И сейчас я еще сделаю два цветочка Таким же способом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... Субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... Субтитры Алексею Дубровскому 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 потом уже продеваем туда внутрь и потом уже вот сюда вставляем уже остаток ленты это особенно хорошо если когда у вас например ленты какой-нибудь редкий цвет куплен ну вообще для экономии ленты видите мы использовали ее по максимуму этот маленький кусочек хотя уже можно было выбросить отрезать заново новый но мы решили что я решила что лучше его использовать до конца вот так и уже этот краешек отрезаем и уже опаливаем теперь мы переходим с вами к ромашечкам нашим и будем делать из ленты узкой 6 миллиметров отрезаем также небольшие кусочки узкую ленту закрепляйте в иголке иначе она вас будет выскакивать из иголки и с обратной стороны можно сделать либо обычный узелок либо сделать плоский узел таким вот образом и вот так дополнительно его можно вот так немножечко обработать зажигалка чтобы он не крошились и начинаем делать наши ромашечки также здесь надо посмотреть какая страна у нас будет блестящая и она тогда тоже сделать блестящий раз у меня маки блестящей стороны и небольшими стежочками где-то сантиметра полтора два можете себе нарисовать для простоты мелом раз черная ткань нарисовать себе цветочек и в середине нам надо оставить кружок в середине надо оставить с вами место для того чтобы потом сделать середину и по обычными прямыми стежками я буду делать ромашку и 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 Продолжение следует... 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 Теперь будем делать листики. Их также можно сделать из узкой ленты. Или можно взять ленту пошире, 1,2 см шириной. Но если нет, то можно делать такой лентой. Ленту выкладываем лицевой стороной. Если у вас блестящая, значит... Значит, она вся выкладывается у нас блестящей стороной. Если вам сложно ориентироваться на глаз, то нарисуйте себе мелом или карандашом, если у вас светлая ткань, листик. И вот так мы с вами проходим здесь до конца. На длину лепестка листика определяйте сами, какая вам согласна вашей схеме. Верхний делаем ленту. Достаточно, чтобы он стал поострее. И спускаемся вниз. Достаточно. Так. Достаточно, чтобы он стал поострее. Достаточно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так уже листик получится Держим с вами рукой Держим субтитры сделал DimaTorzok Держим субтитры сделал DimaTorzok 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 Делайте листики какие вам больше понравились Можете те и те Держим субтитры сделал DimaTorzok Держим субтитры сделал DimaTorzok Сейчас еще сделаю несколько листиков Держим субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте теперь сделаем серединку маков. Сделаем зеленой лентой 1,2 см шириной. Я не буду закреплять ленту с той стороны. Продеваем. Здесь небольшой кусочек оставим, чтобы нам не утяжелять нашу изнанку здесь. И сделаем французский узелок на один оборот. Будем вставлять, когда нашу иголку в работу, мы вот здесь вот проколем нашу ленту. И не сильно затянем, чтобы у нас получился такой вот пышный узелок. Здесь мы ленту отрежем. И уже вот эти два кусочка мы обработаем. И также сейчас я сделаю эти два. Теперь можно сделать серединку. Давайте сделаем желтое мулене. Берем целиком ниточку. Я не буду ее разделять. И тоже французским узелком. Узелок. Я его подрежу, чтобы он был такой без хвостика. И вставлю его с лицевой стороны. И сделаем серединку нашим подсолнышком. Я думаю, что на один оборот будет достаточно. И вставлю его с лицевой стороны. И вставлю его с лицевой стороны. Так, нитку здесь закрепим. И выполним точно таким же образом в серединке двум оставшимся ромашкам. И также вставлю его с лицевой стороны. Нилет вanos с лицевой стороны. Продолжение следует... И�ng toет. Спасибо за субтитры... илет! Продолжение следует... 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 чтобы она имела какое-то логическое продолжение давайте ее отсюда выведем и вот сюда ее куда-нибудь тоже заведем и можно туда ее поднырнуть под все наши стежки стебельки где-нибудь туда вот ее убрать давайте отсюда тоже вывернем вот 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 протяжку можно срезать большую здесь я думала сделать наверное и отрежу хотел сделать там цветочек но как-то не очень хочется него там делать я ее уберу быть я там пущу травку и Продолжение следует... Давайте добавим немножко капроновый, сантиметровый. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...